Здравствуйте друзья. Наконец произошло то, чего мы так все ждали. На рынке появились модели умных Zigbee выключателей Acara, для которых нет необходимости переделывать круглый подрозетник. Квадратный подрозетник 86 на 86 мм для многих превратился в настоящий камень преткновения, ведь раньше все существующие модели Acara попросту не вмещались в стандартные для нас круглые. Итак, давайте обо всем по порядку. Производитель Acara, модель QBKJ39LM. Интерфейс Zigbee 3.0. Тип проводной без нулевой линии на 2 канала. Мощность минимум 3 Вт, максимум 1100 Вт, рабочий ток до 5 Ампер. Наружный размер 86 на 86 мм. Полная глубина 30,15 мм. Параметры окружающей среды от 0 до 40 градусов Цельсия, от 0 до 95 процентов относительной влажности. Поставляется устройство в белой картонной коробке с изображением выключателя на фронтальной стороне и логотипом производителя. Обилие иероглифов говорит о ориентированности устройства на внутренний рынок Китая. На одной из сторон, в этот раз на боковой, перечислены основные параметры устройства про которые я уже рассказал. А нам пора заглянуть внутрь коробки. В отличие от глобальных версий, китайские упакованы довольно просто, особенной защиты при перевозке нет, но мне повезло и все приехало в целости и сохранности. В комплекте кроме выключателя нашлась еще инструкция на китайском языке, но с картинками и пара крепежных винтов. Внешне серия Е1 больше напоминает модели D1, правда клавиши немного меньше, так как рамка в нижней стороне шире. На ней находятся светодиоды, в серии D1 они располагались на клавишах, а в первых моделях на нижнем торце. А вот и главное отличие, задник выключателя размером 48х48х16мм и отверстия для крепежа. Они рассчитаны под круглый подрозетник, но при этом размер внешней части остался тем же 86х86мм, что неизбежно вызовет трудности, если несколько подрозетников установлены в ряд. В данной версии имеется три винтовых контакта, к слову сказать удобных и надежных. Один предназначен для подключения фазового провода от сети питания, два других исходящие контакты для подключения нагрузки. Примерка на самый простой круглый подрозетник. Выключатель прекрасно в него помещается, никаких доработок не требуется. Как я уже сказал, если сравнивать с первой версией выключателями серии D1, то в герое обзора клавиши меньше, за счет более широкой рамки снизу. Напомню, что в первой версии вообще нет рамки, а в D1 она имеет одинаковую толщину по всем краям. Еще одним отличием является то, что у E1 не снимается вся верхняя панель, как у предыдущих версий, а каждая клавиша по отдельности. Под ними находится доступ к крепежным установочным отверстиям. Боковых распорок, как у привычных выключателей тут нет. Сама система нажима организована добротно и надежно. Нет тех вечно ломающихся рычагов, как в первой версии. Здесь нажим организован по принципу D1, только немного увеличен размер элементов. Если присмотреться в боковые отверстия, они точно совпадают с теми, что сделаны в подрозетнике. Так что с креплением проблем не возникнет. Принцип подключения прост. Нулевая линия идет напрямую к светильнику, в выключатель заходит только фазовый провод. Для питания самого выключателя достаточно нагрузки даже на одной линии. Внимательно проверяйте, что на выключатель заходит именно фазовый провод. Это важно, в том числе с точки зрения электробезопасности. При работе щелчки слышны довольно отчетливо. На тестовой LED лампе в выключенном состоянии мерцания я не обнаружил, конденсатор не ставил. Память состояния после восстановления питания по умолчанию включена. Два светодиода загораются, когда реле замкнуто. Цвет не яркий и не мешает, при этом диоды можно отключить программно. Логическую часть начнем с родного приложения Acara Home. В моем варианте установлен регион Китай. Устройство нашлось в перечне доступных к подключению, в качестве шлюза у меня используется версия М2. Для сопряжения зажимаем клавишу выключателя на 5 секунд, как показывает мастер подключения, пока не начнет мерцать диод. После этого в систему залетает новое устройство. В главном окне управления Acara Home, каждая из клавиш отображается отдельно. В плагине на главном экране они вместе. Реагируют на нажатие шустро, существенных задержек я не поймал. В меню настроек много всяких интересных опций, которые мы сейчас и рассмотрим. Обязательно проверяю версию прошивки, это последняя на дату выхода обзора. В настройках можно отключать светодиоды выключателя. По умолчанию они светятся, когда соответствующий им канал включен. Причем отключение можно задавать на определенное время. Есть память в состоянии. Кроме этого, есть режим отвязки клавиш от реле, тогда они работают в логическом режиме. Можно выбрать режим антимерцания, он кстати работает, и быстрого отклика от выключателя. В автоматизациях устройство может работать и в разделе если, и в разделе тогда. Причем в первом, тут очень большой выбор опций. Есть даже ошибка по перегреву, раньше мне такое не встречалось. В режиме тогда все скромнее 6 опций. Обычный джентльменский набор, включить, выключить и переключить состояние на противоположное. Так как мой шлюз Акара М2 подключен как мост в систему дом, то все подключаемые к нему устройства, из тех что работают с HomeKit, автоматически появляются в системе. В этом случае в виде двойного переключателя. Работает все шустро, тут проблем также не обнаружено. Я использую версию Mi Home с сайта kapiba.ru, ссылку вы найдете в описании. В этой версии, при выбранном регионе Китай устройство нашлось в списке доступных. А подключать я его буду на шлюз Xiaomi 3. Текущая версия прошивки на слайде. На всякий случай показываю, что на шлюзы второй версии, выключатель подключить не удастся. В остальном процесс аналогичен как в Акара Home. После подключения устройство появляется в общем списке умного дома и шлюза к которому подключен. Плагин внешне немного отличается, но функционально такой же, как уже рассмотренный. В меню настроек есть те же самые опции, просто немного по другому организованные. Например, отключение светодиодов на заданный период времени, например ночью. Есть опция перевода в беспроводный режим, когда отключается безусловная связка клавиши реле. Устройство может работать в логическом режиме. Есть опция антимерцания и быстрый отклик. Для автоматизации в разделе если тут меньше опций. Логически одиночное нажатие на каждую по отдельности и обе клавиши и статусы каждого из двух реле. Раздел тогда идентичен Акара Хоум, но тут сложно придумать что-то новое. Подключение к шлюзу Xiaomi 3 версии плавно переводит нас в разговор о Home Assistant, так как используя одноименную интеграцию от Alex IT, подробнее смотрите в моем уроке ссылка в описании, выключатель автоматически появится и тут. В Home Assistant управление полностью локальное, независимо от прихоти китайских облаков, скорости и доступности интернет. В устройство входит 4 сущности. Две относятся к домену Switch, левый и правый или как указано тут, первый и второй канал. Сенсор действий, в который транслируются логические события нажатий на клавиши и включенный в моей интеграции сенсор последнего отклика от устройства. Что касается логики, то тут мне удалось получить 5 вариантов событий. Одиночные и двойные нажатия на каждую из клавиш и нажатия одновременно на обе. Что касается zigbee2mqtt, начиная с версии 1.20, двухклавишная версия Acara E1 поддерживается в системе официально без внешних конвертеров. Как и подавляющее большинство аналогичных устройств, реле и выключателя без нулевой линии, герой обзора не является роутером и не передает через себя данные других участников сети. В меню Exposes есть управление каждым из реле, есть переключатель режима связки реле с клавишей, он работает корректно, необходимости управлять им через топиком QTT нет. Еще есть режим сохранения состояния при восстановлении питания, но у меня он не работал, настройка не применялась. В принципе, это не сильно критично, так как по умолчанию она включена, как мне и надо. В Home Assistant через интеграцию MQTT пробрасываются два свеча, тут они обозначены как правый и левый. Переключатель режима сохранения состояния, как и на вкладке, для каждого реле отдельно, что должно быть очень удобно, но тем не менее не работает. И сенсор, который отлавливает логические события Action, сюда они прилетают с обеих клавиш. Сенсор качества уровня связи теперь почему-то передается скрытым, если вы хотите им пользоваться, придется его активировать вручную. Что касается логических нажатий, то мне удалось получить события однократного и двойного нажатия как на каждую из клавиш по отдельности. Так и на обе клавиши вместе, так что можно говорить как минимум о шести вариантах триггеров для сценария. Поддержка устройства также реализована и в SLS шлюзе, в прошивках начиная с 19 июля 2021 года и новее. Подключение стандартное, включаем на шлюзе режим Join и зажимаем клавишу на 5 секунд, пока не начнут мигать светодиоды устройства. Для устройства создан отдельный конвертер, его номер 51. В остальном тут все то же самое, что и в ZigBee2MQTT. На дату выхода обзора еще осуществляется ряд доработок, связанных например с корректным получением событий в логическом режиме. Но в целом можно рассчитывать на поддержку устройства и для владельцев SLS шлюзов. Процесс установки весьма простой, в моем случае линия была замкнута напрямую, поверху стоял беспроводный выключатель. Но хочется иметь возможность перегружать светильник по питанию. А в штатном использовании обе клавиши в развязанном режиме. Убираю соединитель и подключаю разрыв фазы через выключатель, второй разъем не используется. Далее плотно прижал его к стене и при помощи шурупов прикрепляю к штатным крепежным отверстиям подрозетника. Выключатель на месте, оба светильника которыми он управляет находится в Home Assistant, поэтому обе клавиши развязаны. Однако один из светильников потолочный при необходимости может быть вручную или автоматически перезагружен при помощи реле выключателя. Acara это единственные известные мне на рынке зигби выключатели, имеющие такую опцию как отвязка реле от клави, что очень удобно при использовании с управляемыми светильниками. И наконец вышла серия устройств, которые не требуют доработки стандартных круглых подрозетников. И при этом весьма доступная по стоимости относительно аналогичных устройств. Посмотрим что покажет опыт длительной эксплуатации, но на этапе первого знакомства минусов я не нашел. Отличный и качественный выключатель и не за все деньги мира. На этом все, надеюсь обзор был вам интересен и полезен, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые видео подписывайтесь на мой канал. Кроме YouTube я веду еще и Telegram канал, ссылку вы найдете в описании. В нем я публикую интересные новости и ссылки по тематике умного дома. Поддержать развитие канала можно на сервисе Patreon, ссылка также в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok